Кретинский район Район окружают автомобильные магистральные дороги. Через него проходят железнодорожные пути. По соседству расположен Международный аэропорт Паланги. Третью часть территории Кретинского района занимают леса. Богат край и реками с чистой водой. Самые крупные из них – Миния, Акмена и Швинтои. В районе есть одно озеро и несколько десятков прудов. Кретинга и ее окрестности с давних времен славятся уникальными объектами культурного наследия, неповторимыми красотами природы и уникальным ландшафтом. Край гордится своими талантливыми мастерами культуры и искусства. Здесь сохранен жемаитийский язык, традиции и обычаи. На данный момент в Кретинском районе известны около 750 различных объектов наследия, имеющих культурную ценность, а также 113 археологических мест. Много сведений о жизни древних жителей края хранят сохранившиеся до наших дней места погребений и старые курганы. Место, где раньше была расположена янтарная усадьба, сейчас его называют Вишневой горой, относится к ранней усадебной культуре. Множество важных источников о прошлом хранят места старого города Кретинги. По обеим сторонам реки Акмяны расположен центр района Кретинги, одно из самых старых мест взморья Литвы. Место исторического проживания племен Куршей, Мегува. Жители Кретинги гордятся богатой и самобытной историей своего города. Известные личности края своим жизненным путем написали эту историю и определили направление развития города. Кретинская усадьба, строительство которой началось в 16 веке. Она предодлежала многим хозяевам, но самый настоящий ренессанс пришел в Кретингу тогда, когда поместье купил граф Юзеф Тышкевич, один из самых богатых и влиятельных людей Литвы 19 века. Он реконструировал и украсил дворец, развел зимний сад, который в то время считался самым большим частным зимним садом в Западной Европе. Открыл первую в Литве гидроэлектростанцию, а вместе с князем Богданом Агинским протянул первую в Литве телефонную линию Кретинга-Плунге-Ритавос. Сегодня исторический дворец Тышкевича является привлекательным культурным и туристическим центром. На территории усадьбы сохранились 24 исторических здания, 5 из которых уже реставрировали. Во дворце располагается музей Кретинги, благодаря усилиям которого восстанавливаются самые ценные элементы усадьбы. Сохраняются традиции. Парк, расположенный в усадьбе Тышкевичей, является излюбленным местом прогулок для жителей и гостей города. Украшением парка считается астрономический календарь с солнечными часами. Кретинга привлечет и верующих людей. Часто город называют «маленьким Ватиканом». Здесь находятся пять монастырей. Граф Ян Кароль Хаткевич, создавая город Кретингу, построил католические костелы и монастырский комплекс Францисканского ордена. Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии, находящийся в центре города, построен в 1617 году и является самым старым костелом среди сохранившихся в Жемойтии. Семь алтарей, выполненных в стиле барокко, действующий орган, уникальные элементы интерьера. В подземелье костела покоится семья его создателя, Хаткевича. А темные страницы истории хранит часовня мучеников и таинственная крипта, где в 18 веке шведские воины живьем замуровали монахов-францисканцев, отказавшихся им подчиниться. Сегодня монахи-францисканцы продолжают работу, начатую их предшественниками, и являются частью общественной жизни края. Память об известных людях края хранит старое кладбище Кретинги, а по соседству расположена часовня мавзолей графов Тышкевичей. В 2014 году здесь были найдены четыре богато украшенных саркофага с останками Юсефа Тышкевича, его жены и внучки, которые долгое время были скрыты в бетонном постаменте. А кто покоится в четвертом саркофаге – это пока нерешенная загадка для историков. Лурд – это еще одна важная часть исторической и религиозной культуры города, ставшая его символом. Лурд обустроили монахи-францисканцы по примеру святых мест, находящихся во Франции. Этот грот является самым известным из литовских лурдов, которые были особенно популярны в Ямайтии. Культурное и природное наследие Кретинского района рассыпано по всему краю. Городки района гордятся историческими костелами. В одном таком костеле, находящемся в Калналисе, был крещен епископ Матеус Валанчус. Неподалеку от Картинайского кургана находится еще один лурд и скалистое обнажение доугинчей. Посередине пути между Дорбеной и Швинтоей находится ветряная мельница Лозденинкой. В Салантай растет самый большой каштан в Литве, а долину Салантай украшает часовня Петушиной горы, с которой связано много легенд. В Кретинском районе существуют старые традиции просвещения. Первая школа здесь была открыта еще в 1609 году, а в конце 19 века дверь открыл первый в Литве детский сад. Кретинский район и сегодня является одним из лидеров в области просвещения в Литве. В районе действует 27 общеобразовательных предприятий. Особое внимание уделяется современной среде воспитания. Создана система поощрения и развития способных детей. Успешно действует неформальное просвещение и развитие детей и взрослых. Поощряется культурная, спортивная и творческая занятость. Старейшие жители района, желающие учиться и совершенствоваться, сеньоры, собираются в университете третьего возраста. Имя Кретинги прославляют и на спортивных аренах. Футбольная команда «Миния», баскетбольная команда «Кретинга», хорошо известная всем любителям и энтузиастам спортивного мотобола команда Кретинги «Милда», сильнейшая на данный момент команда по мотоболу в Литве и уже завоевавшая призовые места в Европе. Больница Кретинги является старейшим лечебным учреждением в Литве. Больница, в которой собрана команда хороших специалистов, постоянно обновляется. Сюда приезжают пациенты из всей Западной Литвы. Услуги семейного врача в Кретинском районе предоставляют три лечебных учреждения, принадлежащих самоуправлению. В Кретинском районе находится филиал медицинского центра закрытого акционерного общества «Норд Уэй», который предоставляет амбулаторные и дневные хирургические услуги вторичного уровня. Сюда обращаются и пациенты, желающие получить нетрадиционные методы лечения акупунктурой. Удобное географическое положение и хорошее сообщение делают Кретинский район особенно привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Особенно благоприятные условия для развития логистики, туризма, сектора обслуживания. Климат края подходит для производства энергии из альтернативных источников. В районе преобладает мелкое и среднее предпринимательство. Большая часть хозяйственных объектов действует в области организации развлечений и отдыха. Производственные предприятия большую часть своей продукции экспортируют за рубеж. По всему миру расходятся и технологические решения. В настоящее время в самоуправлении Кретинского района внедрена программа по привлечению инвестиций и поощрению предпринимательства, по которой применяются льготы на налоги, на землю и недвижимость. В сельскохозяйственном секторе Кретинского района преобладает растениеводство и мелкие хозяйства. Немало их число занимается экохозяйством. Фермеры, занимающиеся производством молока, понемногу переходят к производству мяса и выращиванию крупного рогатого скота. В 2014 году был открыт инновационный склад подготовки семян, на котором смонтировано современное оборудование по очистке зерна. Идею подготовки зерна осуществил кооператив «Жемайтиос Ародой», объединяющий фермеров районов Кретинги, Скодоса и Плунге. В деревне Видмонтей проживает Виолетта Щядьене, которая единственная в Клайпецкой области занимается эко-пчеловодством и обладает сертификатом производителя продукции высшего качества. Проживающий в Тубаусе фермер Вайдас Пурмалис создал самое большое хозяйство по разведению кроликов в Литве. А Кальнишкес прославляет хозяйство болтуонисов по разведению индюков. Греченский край богат запасами геотермической воды. В районе находятся месторождения песка и гравия. В юго-восточной части района находят и добывают нефть. И уже четыре десятилетия используют торфяник Кальнишкес. Здесь производят торф для отопления, компостный торф и торфяные подстилки. У Креченского района тысячелетние культурные традиции. С давних времен он славится красивыми и богатыми праздниками. Художественные коллективы, действующие в культурных учреждениях, собирают в свои ряды более полутора тысяч любителей сцены. Традиции сценического танца, театра и хоровой музыки – самые яркие в этом крае. Здесь выросло большое число талантливых народных художников и создателей. Основную часть ремесленников с давних времен составляют мастера по обработке древесины. Музей-усадьба Вилюса Орвидаса в деревне Горждалес известна не только в Литве. Здесь собрана сакральная экспозиция скульптур из камня и дерева. Кретингу прославляет районный праздник песни и танца, детский и молодежный театральный фестиваль «Аджолино-Сцена», мероприятие праздника города и храмовый праздник святого Антония. На кургане Кортяны место нашел фестиваль «Открывая ворота куржских племен». А Кретинский музей приглашает на фестиваль искусств и праздник усадьбы. Многие интересные мероприятия проводятся по инициативе молодежи края. Кретинский край, относящийся к туристическому региону Взморья, попадает в число 30 самых привлекательных мест Литвы. Здесь множество интересных достопримечательностей, чудесных мест и неожиданностей. В центре традиционных ремесел проводятся привлекательные общеобразовательные занятия. Ищущие душевного покоя находят его в Японском саду, расположенном неподалеку от Дорбеной, и в Балтийском мифологическом парке. Любителей активного отдыха привлекают развлекательные комплексы. Усадьба агротуризма Венкемис, парк развлечений HBH и действующий весь год оздоровительный центр СПА Атостогу Паркас. Кретинга для ищущих безопасную, качественную и удобную жизнь.